Ко дню государственного флага в Ленево приурочили выставку цветов. На мероприятии пестрящим разноцветием побывала наша съемочная группа. Выставка цветов – самое яркое, благоухающее и красивое мероприятие года. Организаторы знают, как нравится оно леневцам и потенциальным участникам выставки и ее посетителям. Поэтому по возможности стараются проводить каждый год. У нас проводилась подобная выставка в прошлом году на День поселка. В этом году мы решили провести к дню российского флага. Во-первых, с учетом того, что разнообразить досуг нашего населения и в связи с нынешними нашими условиями, то, что мы не можем проводить пока концертов и каких-то других мероприятий, то есть выставка цветов дает нам возможность, чтобы наши жители Ленева приняли участие таким образом в праздновании этого праздника, который отмечается сегодня по всей нашей большой и такой необъятной стране России. Ну и эту выставку мы еще решили посвятить не только дню российского флага, но и юбилею, 85-летию нашего Искитимского района. Назвали мы выставку-конкурс «Цвети земля», потому что мы все, конечно, жители Ленева, нашего Искитимского района и вообще нашей страны, конечно, мы все хотим, чтобы наша страна была цветущей, красивой, чтобы она была зеленой, чтобы нас окружало как можно больше красоты. Поэтому вот решили сделать такое мероприятие, ну и, конечно, уже соскучились наши жители Ленева по мероприятиям. Конечно же, уже и спрашивают, и нам звонят в Дом культуры, что, конечно, хотелось бы уже какого-то общения, ну хотя бы в рамках допустимых норм. Поэтому вот мы все-таки решили, несмотря на сегодняшнюю погоду, провести такую выставку, встретиться с нашими жителями, с нашими активистами и вот такой праздник небольшой устроить. «Цвети земля» – это нравится всем. Помните фразу поэта Ральфа Уолда Эмерсона «Земля смеется цветами», ведь это действительно так. Каждый цветочек, даже самый на вид невзрачный, чудо природы. Цветы любят, особенно женщины. Среди участников выставки сплошь прекрасная половина человечества. Это представительницы клуба общения «Азарт», совета ветеранов на ВЭЗа, местного общества инвалидов и Дома культуры. Всего в выставке приняло участие больше 20 человек. Когда нам позвонили и сказали, что будет проходить выставка цветов, мы сразу, конечно, откликнулись, потому что у нас 90% мобильных инвалидов и членов организации, они дачники. Дачники, цветоводы и дальше по списку. А тема была 85 лет Искитимскому району и флаг России, но флаг России с этим просто. А вот 85 лет Искитимскому району с этим немножко сложновато, потому что Искитимский район, он как бы в цветах его отразить сложно. Он что он делает? Он строительный район. Это цемент, это мрамор, это гравий, это то, что для стройки. Но как это отразишь в цветах? Поэтому мы воспользовались, сделали композицию, которая отражает герб, как могли уже, как говорится, и сделали композицию, которая говорит о том, что Искитимский район считается одним из красивейших районов Новосибирской области. Сделали вот такую композицию. Но, естественно, поскольку год у нас 75 лет победы, мы на это тоже сделали акцент, 75-летие победы. Ну и в нашей композиции, которая 75 лет победы, принимали участие очень многие. Кто цветы вырастил, кто какие-то модели сделал, кто композицию собрал, кто принес. Ну вот мы вот так постарались. Для нас, работников Думы культуры, главное не победа, а участие. И мы решили тоже проявить свою фантазию и поучаствовать в выставке, в конкурсе цветов. Ромашки прекрасны в своей простоте. У многих это любимые цветы. Хотя в своих садах дачники предпочитают выращивать более культурные, капризные цветочные особи во главе с королевой Розой. Среди других на выставке были представлены бархатцы и маргаритки, георгины и гладиолусы, астры и герберы, хризантемы и гортензия. Настоящий цветочный рай для эстетов. Люблю цветы. У меня дома очень много цветов, на даче много. Все с душой, с откровением. Конечно, погода нас подвела, особенно с утра. Мы очень переживали, и с Мариной Александровной созвонившись, мы так говорили, что ну как так, люди душу вложили, все это там первое, второе, последнее место, это не важно. Главное, что ты душу вложил, ты отдал это все. Поэтому, как так, пусть маленько накрапывает дождь, но мы принимем участие. Жанг уже сейчас мало цветов. Нет, все равно много, посмотрите. Какое будешь, будешь с утра сегодня, состряпали, вот. Это да, с дачи все это. И Калина у меня на даче растет. Конкурсантки все как одна заявляют, такие мероприятия необходимы для души, для сердца, для общения. Это передача опыта, это, мне кажется, всплеск души. Валентина Назарова участвует в выставке в свой день рождения, не могла пропустить. Заядлая дачница и цветовод, ей хотелось, чтобы выращенную ее руками красоту увидела как можно больше людей. Не пожалела, нарвала бутонов и сделала праздничную композицию. Композицию вчера часа полтора я возилась с ней. У меня дача цветущая, очень много цветов, виноград очень хороший растет. Жюри внимательно осматривает каждый букет, каждую композицию. Главный критерий оценки – соответствие теме выставки. Среди разноцветного ароматного великолепия не просто выбрать, а обидеть никого не хочется. Подарки участникам и победителям выставки ее организаторы выбирали с душой. Среди них все, что оценит каждый дачник. Различные ограждения для клумб, светильник, стульчики и подвесные кашпу для цветов. Самые разные инструменты для ухода за растениями и так далее. Призы хорошие, но для большинства участников выставки главное все-таки участие, заряд бодрости и оптимизма, которыми здесь пропитано все вокруг. Позитива, хорошего позитива. Хорошего настроения. Красоты. Красоты. Вот это буйство красок. Буйство красок. Посмотрите, какое. И люди стараются, душу вкладывают. От этого заряжаешься. Смотрим другие поделки, тоже нам нравятся. К нам пришли, посмотрели, им наше нравится. Нам их не нравится. И все как бы на позитиве. Это же здоровье. В первую очередь это здоровье всегда для всех. И прекрасно все. От выставки призов ждем. Больших и хороших. Девочки, правильно говорю? Правильно. Ну, видите, у нас с каким смыслом? У нас флаг России. И с праздником всех поздравляю. С флагом России. Ну, цветы у нас замечательные. И вообще цветник не только в цветах, но и в наших ветеранах на ВЭЗах. Потому, товарищи, и все мы поздравляем всех с праздником. С праздником! День флага отмечался параллельно. Его празднование вышло за пределы парка и распространилось по поселку. Торжества, конечно, не было. Ограничительные меры никто не отменял. Но волонтеры нашли способ поздравить леневцев с государственным праздником. Сегодня, в День государственного флага, традиционно проходит молодежная акция, посвященная этому празднику. Волонтеры нашего поселка, в этом году взрослые волонтеры, поздравляют всех жителей нашего поселка с этим праздником, вручают информационные буклеты, в которых можно будет познакомиться с историей этого праздника. И поздравляют с этим праздником. Также дарят флажки на память, как символ этого праздника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok